Полупустые кабинеты и коридоры. Во многих тверских школах в разгар учебного года наступила непривычная тишина. На занятия ходит лишь часть учеников, остальные ушли на незапланированные каникулы. В отдельных классах 23 учебных заведений города введен карантин в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. К примеру, в средней школе номер 17 и 48 классов 11 закрыты на карантин. В каждом из классов в среднем учится 27 человек, ну и соответственно вот это вот количество детей на данный момент находится дома. Что касается закрытия первых классов, то было принято решение закрыть все первые классы. Для первоклассников многих школ города карантин может плавно перейти в каникулы. Чтобы избежать дальнейшего распространения ОРВИ и гриппа, в образовательных учреждениях Твери вводятся дополнительные меры. Одна из них как раз перенос каникул для первоклассников. Школы могут скорректировать свой учебный процесс и предложить первоклассникам каникулы раньше, чем это запланировано по учебному плану. Отметим, что данная мера носит рекомендательный характер. Школы могут самостоятельно принимать решение о том, с какого числа отпускать первоклассников на каникулы. Дети немножко на карантин пораньше ушли, чем эти рекомендации к нам пришли, поэтому мы решили ничего не менять. И дети вот сейчас, поскольку они у нас со второго числа на карантине, находятся неделю на карантине, мы посмотрим, сколько человек придет после карантина и примем решение, что делать дальше. Тем, кто продолжает обучение все на школы, а также учителям, рекомендовано носить маски. Кроме того, на время, пока в регионе гуляют вирусы, во многих образовательных учреждениях отказались от кабинетной системы. То есть старшеклассники не переходят из класса в класс, а занимаются в одном месте. Екатерина Карпова, Юлия Ильичева, Максим Андреев, Рентова-Пилот.